Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Мы продолжаем изучать Тору. Хорошо. Значит, в жизни все меняется. Единственная константа, в которой мы с вами живем, это изменения. Изменения — это константы, да, постоянные. На что точно можно рассчитывать — это изменения. И эти изменения, они вопрос отношения к изменениям, да. То есть, понятное дело, что есть люди, для которых даже перестановка предметов на столе уже доставляла страдания. Это люди-педанты, перфекционисты. И для них, конечно, изменения — это страшно. Страшно и ужасно, и вообще. Просто мне искренне от всего сердца жаль этих людей. И были люди, и есть люди, которые… Назовем их такие хиппи, хиппи-панки. Которые и в то время они жили там по палаткам, по лесам, по каким-то… в Индии когда-то был на Гуа. Гуа есть такой пляж. И там вот собирались вот эти вот все хиппи. Хиппи такие. Которые, ну вообще просто как-то… Ну, действительно сложно было представить человеку… Я себя отношу к такой середине. Да. Значит, ну в Индии люди жили в таких условиях, что вообще прям в палатках. В палатках в лесу. То есть, изменения, они сами по себе… Сами по себе они изменения. Вопрос, как ты к этим изменениям относишься и насколько ты от них страдаешь. Значит, но мы находимся в период изменений. Изменения всех-всех-всех коснулись. И именно в этих изменениях мы начинаем замечать, что мир вокруг, он нестабилен. Нестабилен. И мы привыкли воспринимать все как должно. Типа, о, мир. Это подарок. Все это подарок. Царь Соломон говорил, что все эвэли-вэлим. А если тебе хорошо, так это подарок. Вот так надо относиться. А если тебе нехорошо, то тогда нужно благодарить Всевышнего. И понять, зачем он это делает. Как говорится, в Талмуде три подарка написано, самых хороших в этом мире, вообще в мироздании, дал Всевышний народу Израиля. И дал он три подарка эти через страдания. Представляете, какая подстава, да? То есть, вот приходишь кому-то, ты даешь подарок. И он за подарком тянется. Ты бы по руке как дышь со всей силы. На тебе. Вот такая вот надпись, да? Дал Всевышний три подарка, и все три через страдания. Какие три подарка он дал? Первый подарок это Тора. Тора. То есть, знание о Боди, соединение со Всевышним происходит через страдания. Почему так через страдания? Как это понять? Приводится отрывок. Ашра, Гевер, Ашептиас, Рена, Ка. Счастлив человек, которому Бог дает страдания. У митора Тоти, Ламдена. И с Торы своей будет его обучать. Все понятно? Значит, как... Обычный человек, да, зачем ему вообще, зачем ему учить Тору? Он обычный человек, когда все хорошо вокруг. Он занимается тем, что он из этого хорошо выжимает еще больше хорошо. То есть, он и так хорошо, он хочет еще больше хорошо, еще больше хорошо, еще больше каких-то там удовольствия. Каждый раз четыре новых коллекции в году одежду. Надо быть модным. Надо быть красивым, там краситься, что-то делать. То есть, он выжимает ему и так хорошо, он хочет еще больше хорошо. А про Бога зачем думать? Надо сидеть, уроки скучные, про Бога читать, молиться. Зачем? Но когда человеку плохо, он сразу же все, Всевышний, пожалуйста, помоги, дай мне, пожалуйста, ну, спаси меня, ну, почему мне так плохо? Помоги. Приходится для реализации цели мироздания. Приходится Всевышнему делать плохо. Теперь получается, первый подарок это Тора, дается через страдания. Второй подарок это земля Израиля. Написано, земля Израиля тоже дается через страдания. Откуда мы это знаем? И приводится два отрывка. Как отец, любящий отец, наказывает своего сына, так же Всевышний, значит, он увещевает тех, кого любит. А рядом следующий отрывок же написано «И дам я вам землю прекрасную, хорошую, просторную». То есть, получается такая связочка, да, что земля Израиля, ну, земля Израиля, это как некое такое место, в котором, в которое человек стремится для того, чтобы там служить Всевышнему, и все, все действия, которые там делаются, это как такой, как храм, да, такой, земля Израиля. И, значит, но чтобы это понять и осознать, нужно пройти через страдания. Я помню, очень много моих знакомых не хотели ехать в Израиль. У меня, мы с женой почитали, мы в Израиле, в самом Израиле, внутри мы переезжали, наверное, раз, ну, всего мы 20 переезжали, наверное, раз 12-13 внутри Израиля. Это такие, такие были страдания, переезды, в основном на жене, но я тоже страдал, потому что если жена страдает, так я страдаю. И, значит, многие мои знакомые, они говорили, не, не, мы в Израиль не поедем, в Израиле сложно, в Израиле сложно, такая, нам нормально, нам хорошо. Сейчас, сейчас мы видим, что творится, то есть, куда угодно люди едут, и ожидается алия из бывшего Советского Союза 100 тысяч человек. Уже Украина приняла 15 тысяч беженцев из Украины только, 15 тысяч человек. И ожидается всего алия 100 тысяч, 50 тысяч из Украины, 50 тысяч из России, и мы видим, что да, мы видим, что действительно земля Израиля дается через страдания, оценить ее можно через страдания, то есть, когда ты получил где-то, не обязательно здесь будут страдания, но, когда там страдания, тогда ты можешь ее оценить. я, кстати, одну книгу очень всем рекомендую прочитать, кому сейчас тяжело, есть книга «Воспоминания Голды Мейер», я ее выложу специально в телеграм-канале, в электронном виде, в Айкре выложу, Гольда Мейер, она описывает свою жизнь, как она приехала в 20-е годы из Америки, она приехала сюда в Израиль, как они жили, это как они ехали сюда, и мы, ну, то есть, я когда читал эту книгу, я понимаю, что все, что сейчас я переживал в Израиле, все эти 20 переездов, это рай, относительно того, как было тогда. Вот, теперь, значит, и третий подарок, знаете, какой? Третий подарок, это вечная жизнь, вечная жизнь, ламаба, грядущий мир, значит, грядущий мир тоже подарок, который дается через страдания, откуда мы это знаем, есть такой отрывок в Мишле, в притчах, кинер митсва, каждая заповедь, это как свеча, то есть, когда ты делаешь заповедь, ты зажигаешь, вот этот духовный свет в своем теле, в себе, как маленькая свечка, а Тора, это свет, Ор, потому что через Тору ты присоединяешься к источнику света, к Богу, то есть, божественный свет духовный, он идет от Бога, ты, изучая Тору, присоединяешься к этому свету, а заповедь Бог приказал делать, и ты ее делаешь, и ты внизу, как бы, зажигаешь свечу, то есть, заповедь, это свеча, Тора, знание о Боге, это свет, Ведер и Хахаим, путь к жизни, тококот, мусар, это увещевание, мусар, это приносящее страдания, то есть, жизнь человека, действительно, она полна страданий, от рождения до смерти, страдания за страданиями, страдания за страданиями, только единственное, что, что кто-то действительно страдает, и все, как бы, впустую страдал, А кто-то, получая, понимая, что страдания – это путь к вечной жизни, он эти страдания понимает, что это для его духовного роста и так далее. То есть он как бы эти страдания переводит в свой духовный рост. И это просто одни и те же страдания, и те страдают, и те страдают. Это как известная история, как три человека носили камни, один из них страдал, он таскал тяжелые камни, второй зарабатывал деньги, он думал о том, сколько он заработал. А третий, он летал, он строил храм, он десятую часть от заработка отдавал на строительство храма, и он из-за этого, вся его работа, она для него была, главной ее целью было построить храм, понимаете? Вот, вот это вот очень важно, как ты относишься к этим страданиям. То, что страдания есть и будут, это факт. Теперь, как обрести небо на земле. Нам советует книга «Обретение неба на земле». Значит, мы ее изучаем. Следует не тревожиться, говорит нам автор этой книги, а решать, как действовать. То есть, тревожиться это... Что такое тревога? Человеку, он думает, будет плохо, и тревожится. То есть, он как бы вначале должен подумать о том, как будет плохо, а потом должен тревожиться, чтобы этого не было. Говорит нам автор книги, следует не тревожиться, а решать, как действовать. Ты решишь, что делать, и делай. понятно да если у вас нет соответствующего опыта вы не знаете что делать спросите совета у тех кто его имеет у отца учителя другого знающего человека кого-то надежного кому не безразличен ваш духовный путь именно духовный путь потому что еще раз главная идея которая вот принципиально главная идея которая отличает людей да это насколько ты признаешь главенство души и всевышнего в своей жизни то есть если человека он настроен только на интересы этого мира тогда это один путь если он понимает что жизнь в этом мире это духовный путь и все что здесь происходит управляется всевышним все это нужно для его духовного роста для развития души это совсем другое дело и когда ты советуешься нужно понимать с кем советоваться потому что каждый будет тебе советовать исходя из своей системы координат каждый человек когда ты с ним разговариваешь надо понимать что он тебе скажет ровно то что он думает все не можешь сказать тебе то что он не думает он все люди одинаковые ирты обращаешься к духовному человеку он тебе скажет все от всевышнего значит подумай где для тебя будет больше для твоего духовного развития будет больше пользы если ты спросишь у человека которые без духовные он скажет смотри не знаю вот тут надо там подумать где ты больше будешь зарабатывать мне просто вот сейчас искренне жаль всех всех кто обучал инвестированию вот и так далее так их искренне жаль я например никогда не обучал инвестированию я считал всегда что есть как я живу путь мастера да то есть я должно быть какое-то ремесло которым ты должен владеть и и уметь надо продавать то есть если ты умеешь продавать у тебя есть какое-то ремесло и третья вещь если твое ремесло сейчас в данный момент не нужно ты должен уметь учиться любому ремеслу это самый надежный путь жизни так написано в талмуде в трактате кедушин кедушин что отец должен обучить сына именно ремеслу уманут это обязанность отца обучиться на ремеслу и обучиться на выживать на примере плавания то есть если сын научился плавать и он умеет выживать и он умеет какой-то имеет ремесло и может научиться другому ремеслу все папа молодец в этой сфере да в материальной сфере папа должен сыну сделать обрезание выкупить его сел первенец дальше папа должен обучиться на торе это самое главное обучить его ремеслу женить его и обучить его плавать обучить его выживать теперь но Но те, кто учили инвестициям, они рассказывали, как надежно инвестировать в недвижимость, какие прекрасные заработки, когда ты инвестируешь туда, в акции. Сейчас у них большая проблема, большая серьезная проблема, потому что те люди, которые полагались на советы вот этих консультантов, они все потеряли, потеряли свои сбережения и так далее. Поэтому я считаю, вкладывать нужно в профессию, в свою профессию, в навыки, в ремесло. Я умею брютишить, массаж делать, продавать, опять же, это классный навык. Психолог, тренер, коуч. И умею учиться, то есть могу водителем, могу работать, тем угодно. То есть я знаю, что если строить могу, пилить, все же надо, понятно? То есть очень важно, очень важно, с кем вы советуетесь. И еще раз, вот когда человек попал в сложную ситуацию, следует не тревожиться, а решать, как действовать. Если у вас нет соответствующего опыта, спросите совета у тех, кто его умеет. У отца, у учителя, другого знающего человека, кого-то надежного, кому не безразличен ваш духовный путь. Это очень важно. Решив, что делать, действуйте и доверьтесь Богу. Если вы убеждены, что делаете правильно, он непременно позаботится о том, чтобы у вас все шло хорошо. То есть если вы делаете то, что Бог сказал делать, так он о вас позаботится. Все, вы можете быть совершенно спокойны. Как Яков, когда он шел, родители ему сказали, иди женись. Он себе пошел и спокойненько, он 14 лет за жену отработал, тоже нелегкий путь. Потом 7 лет за богатство, потом... Но он всегда знал, я делаю то, что Бог сказал делать, Бог обо мне позаботится. Теперь дальше идем. Дальше мы идем. Следующее. Следующее у нас... Идет у нас следующее. Очень интересный кусочек. Это размышления любописческого рыва на тему недельной главы, которую мы изучаем. И, значит, вот сейчас мы изучаем книгу Ваикра «Жертвоприношение». И тут у нас такая глава интересная, что Аарон на восьмой день начинает служить Всевышнему. Значит, начинает служить Всевышнему, приносить жертвы. И Всевышний принимает его жертву в момент пикового счастья, что Всевышний простил Аарона, и народ Израиля загрегал золотого тельца. И тут в этот момент Бах и его два сына пошли дальше еще, еще сильнее хотели жертву принести, но уже не так, как надо было. То есть есть правильный путь, как надо было. И они пытаются принести эти жертвы, и спускаются с неба огонь и их убивают. И вот Аарон, их было... Аарон, это брат Мошарабейну, первосвященник в храме. Рядом с ним его четыре сына, и двоих убивают. И говорит Мошейму, продолжайте жертвоприношение, вы не должны скорбить, потому что в скорби не может первосвященник служить Всевышнему. Всевышнему надо служить в радости, в благодарности. И значит, все. И они продолжают жертвоприношение. И Мошейм говорит им, кушайте на месте святом, ибо так мне велено. Значит, он говорит им такую фразу интересную, что в принципе есть законы Торы, а они... Законы Торы, они установлены Богом. И в тот момент, когда есть пророки, когда Всевышний разговаривает с пророками, то Бог может пророку сказать, именно в этот момент что-то изменить. И Мошейм говорит им, уже даны нам законы о том, что скорбящий, тот, у кого кто-то умер, он не может есть жертвоприношение. А получается, что Аарон Акуин скорбящий, и два его сына скорбящие о своих братьях. Он говорит, но в данный момент этот закон отменяется, кушайте. Вы должны кушать эти жертвоприношения. И говорит Рэббе на это. Значит, он говорит так. Обычные правила, регулирующие поведение священников, не действовали в течение всех восьми дней обрядов посвящения. Поскольку основной посыл этих дней состоял в том, что Бог может отменять даже свои собственные законы. Если число семь символизирует естественный порядок, число восемь символизирует чудесное. То есть семь это естественный порядок, семь в день недели, восьмое это символизирует выход за пределы естественного порядка, восьмерка в бесконечность. И окончательное преодоление естественно, сейчас, чудесное, выходящее за рамки такого порядка. Тем не менее, чудесный восьмой день посвящения Мешкана этого никогда бы не наступил, если бы не предшествующий ему семь дней. То есть семь дней делалось все по системе, на восьмой день наступила сверхъестественная. И здесь нам говорит Рэба такую идею. Окончательное преодоление естественного порядка произойдет в эпоху Машеха. Значит, когда придет Мессия, значит тогда вот эти вот привычные нам законы природы изменятся. Однако грядущее чудесное откровение будет следствием наших приготовлений. Поэтому, продолжая свою работу по очищению мира естественными средствами, следует помнить, что результаты наших трудов превзойдут все, что мы в силах представим. То есть Рэба говорит такую вещь, что человек, который делает правильные вещи, которые угодны Всевышнему, он может рассчитывать на чудо. Понятно, да, идея эта? То есть вот многие говорят, ну вот как это будет? Ну вот что я могу сделать? Как оно все изменится в лучшую сторону? Ты делай то, что ты можешь. Молись, учись, делай добрые дела. И верь, что у Всевышнего, он, его чудо, его милость, его сила, они бесконечны. И ты делай свое, а Всевышний сделает для тебя потом чудо. Но без того, чтобы ты сделал свою часть работы, конкретную, это молитва, изучение Торы, заповеди, добрые дела, то Всевышний чудо не сделает. Ты делай свое, а Всевышний сделает свое. Все, вот это то, что я понял из этого. Теперь недельная глава, мы переходим чуть-чуть, буквально мы прочитаем. Один, два отрывка, я сейчас посмотрю, какое именно будет интересно. Сейчас, значит, они приносили эти жертвы. Значит, тут интересный момент вот такой. Смотрите, значит, это десятая глава Шмини, мы читаем сейчас. Глава называется Шмини, книга Ваикра. И мы находимся сегодня четвертый день недели. Мы находимся в четвертом дне недели. И сказал Моше Вейдабер Моше Эляарон. Сказал Моше Аарону. Вэли Элязар и Элязару. Вэли Тамар Банаф. Элязару и Тамару двум оставшимся сыновьям. Ано трим оставшимся, которые остались. Было четыре, осталось два. Кху эт аминха анутерет. Возьмите остаток жертвоприношения, который остался неиспаленный. Моше Эшем, то, что было вознесено для Бога. Вэалу Мацот. Искушайте Мацот, это хлеба пресная татья. Эцелям Избех, возле жертвенника. Ти Кодыш Кадашим И. Потому что святая святых это. Значит, сказал, сказал. Значит, чтобы было вот рефлаш лыма. Да, рефлаш лыма. Что вот упала женщина, упала сильно. Чтобы было рефлаш лыма, скорейшее полное оздоровление. Чтобы ей было, да. И очень жалко. С Божьей помощью, чтобы прямо вообще выздоровела она. Вот рефлаш лыма. Хорошо. Так, давайте посмотрим тут интересный момент, на который я хотел обратить внимание. Именно для полного выздоровления. Что когда умерли, умерли два сына, погибли, да. Значит, написано оставшимся. Остались которые. И почему они остались? В этом слове зашифрована очень такая глубокая вещь. Значит, смотрите, что зашифровано. Это нам дает уже устная тора. Раша приводит это, комментатор. Значит, они все, все сыновья Аарона подлежали смертной каре за грех золотым тельцом. То есть, каждый поступок каждого человека вызывает последствия, которые являются плодами этого поступка. Но Бог, доброта Всевышнего в том, что если мы раскаиваемся и мы понимаем, что сделали что-то неправильно, то Всевышний может убрать эти последствия и, то есть, он вложил этот механизм раскаяния для того, чтобы убирать последствия. То есть, честно было бы дать человеку последствия того, что он сделал, но Всевышний может, например, человек засовывает пальцы в розетку и его бьет током. Но Всевышний между засунул пальцы в розетку и бьет током оставил расстояние, в которое человек может подумать, ой, зачем я это сделал, неправильно я сделал и вытащил. Вот в этом доброта Всевышнего. То есть, он не ломает схему. Схема это засунул пальцы в розетку, получил удар током. Но милосердие Всевышнего, то, что он между пальцами в розетку и ударом током, иногда может оставить несколько жизней. Почему несколько жизней? Потому что душа приходит несколько раз и, возможно, человек сделал какой-то страшный там поступок и Всевышний несколько раз оттягивает, оттягивает, чтобы человек исправил этот поступок. То есть, это такая, это я взял уже самый далекий вариант. Но обычно в жизни у человека есть время раскаяться. Теперь, значит, когда они сделали грех Золотого Тельца, то Всевышний разгневался за этот грех Золотого Тельца и должен был погибнуть и Арон, и все его сыновья. Должно было быть истребление Арона и всех его сыновьям. Теперь, молитва Моисей 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 Как сказано в книге Дворим, что Машарабейну молился за Аарона в то время, когда был грех Золотого Тельца. Вот точно так же, когда мы молимся друг за друга, когда кто-то молится за нас, когда мы раскаиваемся. То есть это как стиральная машина, и ты можешь в стиральную машину класть какие-то порошки специальные, есть какие-то отбеливатели и так далее. То есть когда человек делает какой-то грех, который нарушает волю Всевышнего, есть какие-то последствия. Но в момент, когда он сам раскаивается, когда люди за него молятся, когда его благословляют, когда он делает добрые дела, это как все эти порошки, которые могут убрать вот эту вот грязь, которую человек создал своими неправильными поступками. Все, дорогие друзья, чтобы я желаю, чтобы мы все раскаялись, чтобы мы молились Всевышнему за себя друг за друга, чтобы Всевышний дал, быстрее простил, чтобы вот эта вот чаша, которая переполнилась грехов, может быть. Я думаю, что главный грех большинства людей – это неблагодарность, что мы очень сильно не ценили то, что у нас было. И вот эта вот неблагодарность по отношению к Всевышнему друг к другу, к жизни, к себе, к близким, эта неблагодарность, она в итоге переполнила вот эту чашу. И сейчас нам говорится, а вы же недовольны были все время, вот вам, пожалуйста, тогда. Ну, должно быть честно, раз ты недоволен все время, так на тебе, будет ли у тебя повод для недовольства? И сейчас мы, как только мы это осознаем и скажем Всевышнему спасибо и перестанем быть недовольными, мне кажется, что это должно… Ну, чем быстрее мы раскаемся, тем быстрее, тем быстрее закончится эта ситуация, которая… Всевышний тоже, он же хочет добро, но Всевышний мы знаем о нем только вот точно, мы знаем одно. Он хочет для людей, для мира добро, иначе нас бы не было. Потому что вся жизнь, вся жизнь человека, которая идет вот от момента рождения, это только милость у Всевышнего, это все подарок. Все подарок. То, что мы родились, выжили, выросли и жили-жили-жили, подарок. Поэтому подозревать Всевышнего, что он хочет нам зла, это глупо и бессмысленно. Он хочет нам только добра, а если мы получаем что-то, что нам не нравится, значит, на нас ответственность, значит, надо раскаяться и сказать Всевышнему спасибо. Все, мы все поняли, давай опять все начинаем мир, но мы уже будем в этом мире, будем добрыми, будем веселыми, будем счастливыми, будем тебя благодарить и будем выбирать хотя бы несколько часов в день посвящать духовному росту, то, ради чего Всевышний создал этот мир. Всего хорошего дня. Субтитры создал DimaTorzok